В интервью журналу Newsmax Зеленский признался, что из-за сложной ситуации на фронтах ежедневно погибает 60-100 украинских военных, еще 500 получают ранения. С учетом брехливой практики медийщиков эти цифры можно смело умножать на три. Об этом, кстати, говорят украинские правдорубы, проанализировав запредельную нагрузку на кулцентры Минобороны Украины. Фиксируются десятки тысяч звонков, на которые операторы не имеют ответа. Потери в украинской армии просто колоссальные, несмотря на то, что ВСУ защищаются в заранее созданных мощных укрепрайонах и используют в качестве живого щита население городов Донбасса. Между тем, за прошедшие три месяца спецоперации ВС РФ примерно одна десятая русской армии вели себя на редкость мягко, пытаясь, видимо, сберечь не только свой личный состав, но и украинский. Теперь же на фоне немотивированных расправ над нашими пленными и поставок западного оружия ситуация изменилась. Бить врага наши солдаты стали намного жестче. Об этом сообщает спикер Украинского министерства обороны Александр Матузяник. По его словам, бои достигли максимальной интенсивности. Огонь ведется вдоль всей полосы столкновения. Самые разные инсайдеры, вхожие в офис президента Зеленского, фиксируют сильное падение боевого духа ВСУ. Они пишут и о деморализации тылов. Причем очевидных перемок нет. Напротив, идут сообщения о поражении не только в Северодонецке. Так, на Херсонском направлении громко распиаренное контрнаступление, как прелюдия ко всеобщему летнему освобождению, захлебнулось в районе Давыдова-Брода. Горячо становится и в Харьковской области, из которой раньше русские якобы убежали. И с этим негативом что-то должны делать многочисленные арестовичи. Поскольку брехунам с Банковой уже не верят даже самые упоротые громадяне, в ход идут якобы независимые источники, главным образом английские. Теперь фейкометом номер один в украинских СМИ стала разведка Ми-6. Ее секретные сводки и актуальные разведданные, передаваемые в ОП по зашифрованным каналам, украинские пропагандисты и диванные войска разбирают на цитаты. И вот, с подачи бритиш-агентов, газета «Украинская правда» выдала очередную перемогу. Дескать, Россия понесла сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга. Типа не у нас в ВСУ, а напротив, в ВС Российской Федерации наблюдается снижение боевого духа и плохая дисциплина. И все потому, что доблестные вояки успешно применяют снайперское оружие. Речь однозначно идет об информационной атаке пропагандистов, которые, можно и не сомневаться, гиперболизируют снайперскую перемогу. В то же время и в Рунете можно найти видео о борьбе наших войск в Мариуполе с вражескими стрелками. Не секрет, что именно американцы готовили снайперов в ВСУ на протяжении последних восьми лет. Кто не в курсе? В США даже существует культ меткой стрельбы на больших расстояниях. Причем бойцов, которые владеют этим оружием, буквально мифизируют. Кстати, за океаном считают, что американцы проиграли в Афгане как раз из-за талибов-снайперов. Бывший американский афганец, сержант морской пехоты Карлос Браун, комментируя позорный драп, пояснил бегство Первой армии мира из самой бедной страны постоянными уничтожениями американских вояк меткими выстрелами. Не просто так звездно-полосатые стратеги с самого начала пророчили России второй Афган на Украине. Более того, на первом этапе спецоперации именно американцы с канадцами в качестве наемников ломанулись в незалежную, чтобы перестрелять издалека орков и этому обучить украинцев. Однако, как пишет Вашингтон-Пост, американцы и другие иностранные дикие гуси теперь скулят о вопиющем несоответствии между тем, что они ожидали, и тем, что испытали. В частности, некий Дакота, ветеран Корпуса морской пехоты США, воевавший в незалежной до того, как получил травму головы, вернулся домой в Агайо. Пожаловался корреспонденту, как ему досталось по полной программе, и как он разочаровался в этой кампании. «Мы укрывались за стенами, но русские пробивали их насквозь», — рассказал морпех. Большинство наемников, со слов Дакоты, увидев, как умирали коллеги, решили, что с них хватит, и смылись из Украины. И почти все они были снайперами, считая эту военную профессию самой безопасной. Ехали с романтическими мыслями, раз в денек метко выстрелил с дистанции полтора-два километра, а потом можно валить на базу пить виски. Во всяком случае, именно так было раньше, в других военных компаниях. Но на Украине эта красивая история не повторилась. По тем видео, которые гуляют в сети, можно понять, что очень эффективным контрснайперским оружием являются танки, которые уничтожают вражеских метких стрелков по наводке наблюдателей. Само собой, и наши снайпера тоже вступают в дуэли, причем, судя по освобождению городов, достаточно успешно. И еще. Место городского боя — это не стрельбище где-то в горах или в степях с чистым воздухом, а сплошные облака пыли и густые клубы дыма. Штурмующие отряды, как правило, избегают открытых пространств или идут вперед под прикрытием брони. В таких условиях с одного выстрела попасть сложно даже профессионалу, тогда как для второго уже может не быть шанса. Прилетит русская пуля снайпера или фугасная ответка. Никакое укрытие из толстых стен не поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова